ну что друзья с новым и вместе вот вот это моя фотография которая образ который на фотографии это образ оптимиста который сам себя спасал сделал свою жизнь яркой насыщенной помог многим людям и надеюсь и вам поможет очередная тема я начал продолжение но же аудио под названием аудиозаписки зачарованного сибирского садовода и так перед вами железо константинович на фотографии мне 35 лет а в 34 года я должен был отправиться на тот свет вот сразу вас интригую что в этой серии вы ничего не узнаете про это почему я к живой но расскажу о том что тревожит практически все женщины большинство мужчин это питание правильно неправильно и глупая дикая диетология идиотская это уж вообще за пределами я вам объясню почему это так пригодится в жизни когда-то может быть даже будут перестраивать воспитание в садиках в школах вот и воспитание слова питания так проверяю запись вроде бы запись идет и так о питании сейчас скажу значит я всю жизнь боролся с избыточным весом начиналось это коли нет еще не входит до школы помню как меня заставляли кушать мама заставляла кушать даже когда я не хотел причем я часто не хотел кушать уже тогда было понятно что у меня энергия била ключом образ жизни скорее в лес вот там мы делали штабы там мы воевали там мы лазили по деревьям и совершенно не хотелось есть мама как это ребенок нет вот силы скандалами как угодно заставляла меня есть вот наверное с этого начался избыточный вес и наверное на всю оставшую жизнь вес у меня колебался 7 день взрослого 72 до 110 килограмм испытал на себе все превратности судьбы вынуждены видишь как теряю здоровье в том числе и по этой причине была еще страшная опасная работа я командир спасательной дружины опасная работа прямом смысле нужно было физическое состояние хорошая раз вот и опасная работа старшего мастера постоянного аварии на заводе вот и мне это помогало держать себя в форме но не полностью и тогда я испытал на себе все возможные диеты пришел к определенным выводом которым сейчас с вами поделюсь и так друзья значит начинаем самое элементарно то что забывают те же диетологи тот же образ жизни вспоминаем советское питание значит как только над нами не изгалялись вот половину утром съешь половину выкинь в обед и это самое полноценно поешь а или наоборот но вечером вечер ужин отдай в раму и ложись спать голодный вот уже кто-то верил то у кого-то начиналось уже гастрит а потом и язвы вот давайте начнем сначала а потом я вам расскажу самыми простыми словами физиологии которая не не знаю мне кажется даже в медицинских институтах это не проходят то что я вам скажу а надо бы и так школьные учебники истории бродили по этим самым диким степям чуть не сказал забайкали по диким прелиям по диким тайге орды так и называли не не люди а орды людей значит они назывались собиратели таких было большинство образ жизни большинство людей собиратели они собирали все что видели они ели фрукты деревьев вот бедные бедные где зимой так взять они ели червячков личинок они ели корешки выкапывая корешки всевозможных растений многие растения имели съедобные корешки они или кору деревьев обгрызали вот как они зимой питались почему то может быть это все таки раз мы запреки зимы то и не было вот и пока вдруг не перешли на оседлый образ жизни это когда научились продукты изготовлять помните злаки помните потом эти самые домашние животные и регулярное питание и вот тут выяснилось что регулярное питание брак человека почему сейчас поймете были еще люди которые жили возле моря океана возьмите японию 90 процентов это содержимое их пищи это рыбопродукты если нас вот этого человека что на фотографии посадить на рыбопродукты он через неделю уже не сможет организм принимать все рыбное а через месяц он просто начнет загибаться еще через несколько месяцев превратится в эту мумию или жабры вырастут или даже жабры вырастут если питаться только морепродуктами опасная вещь как говорили рыбе йод рыбе йод а как же йод без йода нельзя в общем пугали страшно и тогда значит я понял что тут не то каждое утро я не хотел есть сейчас у меня 12 час я еще не есть практически не хочу я подумал наверное мои предки не были рыбаками россия это столько бы не съел рыбы отравился бы наверное не были жучки паучки моей пищи иначе меня бы не тошнило когда последним героем помните хочет жену увидеть и дают ему килограмм червей живых съешь килограмм червей и жену мы тебе приведем это после длительного сексуального голодания последний герой хочет жену и сжирает килограмм червей живьевого вот значит он то как раз и собиратель его предки раз мог преодолеть брезгливость а я то железу нет и так я догадываюсь что моими потомками было не самое многочисленное племя охотников почему охота этот целый день бегишь за животным ну мамонты конечно это сказки чтобы мамку нет хотя мамонтов истребили значит все таки ими питались но главное были не мамонты вот научились делать ссылки я прекрасно ловил зайцем сам их делаю собак кормлю кормлю вот значит вот это самое я сетями ловил куропаток вот ну и так далее то есть хотя меня никто ни чему этому не учил так все просто но предки были охотниками так, я стрелял оленей немного, но штук 5 я загубил за свою жизнь застрелившись, ассиста не можешь только получается я не застрелил, а загубил сейчас жалею, тем более не голодный был инстинкт, ночами не спал, трясло скорее утром на охоту переходим к питанию и так я начал питаться освоим вот, тем более избыточный вес до обеда я никогда не ел, я догадался так, мои предки гонялись за животными это не так просто они могли день, два, три не есть, но все таки животное загнали в яму какую-нибудь специальную просто окружили, просто наконец стрела попала в шею оленю и наедались до отвала наедались и пока они съедали пищу они ели, ели, ели и с сытыми переполненными животами ложились спать что-то мне это напоминает мой образ жизни меня так и тянет до обеда не есть потом днем так чуть только а так как желудок уже сок все до обеда днем не так уж много я ел скромно всю жизнь и вечером наедался до отвала я что только не делал я не мог спать голодный и вы тоже, друзья большинство из вас не может спать голодный значит вы тоже потомки охотников и все это сказки отдай уже не врагу все это глупости вбивали в голову может быть потому что у нас было много мало еды в советское время особенно последние годы советской власти вот рыбную диету целый день ешь рыбу жри один день из семи помните, нет? вот рыбные дни то значит это не ешь на ночь значит действительно на ночь не поел а это самое и лег голодный ну а про твой будущий гастрит никто с тебя не вспоминал в это время не думал вот это все было и так, друзья мы имеем законченных мясоедов раз теперь я еще скажу потом самое главное будет третья серия сказано это будет уже физиология долго говорить устаете вы устаю я но пока я чем закончу эту серию вот и так значит это самое длительное голодание не так оказывается страшно и не так опасно вот а регулярное голодание это когда отказываешься от ужина вот это действительно страшно вот ребята в чем дело то вот а то что утром до обеда есть не хочешь для многих это нормально и насильно заставлять детей это взрослых не заставлять а убеждать что надо с утра наесться не надо лишнее совершенно лишнее вот это я считаю так оно и есть вот сейчас будем считать что мы с вами определились со своим происхождением не все еще и так любите рыбу ваши предки питались рыбой любите мясо вспомним скотоводческие тысячелетние практики допустим степь вот стада которые пасли это касается степных жителей многие из нас имеют предков не только славян но и другие национальности ну там степняхов скажем так в общем правда да вот потом если даже мы с вами большинстве большинстве своем славяне хотя чистых славян хоть найдешь сейчас вот все таки с привкусом разной крови вот и тогда получается что нам без мяса не обойтись объясняю почему и другая крайность называется сейчас подскажу постепенно главному но самое главное будет третья серия вот называется уже не мясоедство а наоборот отрицание мясоедство это называется вегетарианство и так полностью только растительная пища и апологеты этого направления как себя выставляют вот значит трупоедство трупоедство это мы трупоеды представляете а они нет они растительной пищей питаются ну растительную пищу понятно ее не жалко ее можно жрать 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 ее едят олени козы там косули вот много кто ест вот и мы тоже люди едим ну кто кто против овощей ну кто вот но оказывается это можно теперь возьмем что такое промежуточный этап между растениями и людьми правильно это животные те самые которые с удовольствием многие съедают вроде бы это значит свинька на косточке помните там это самое бифтексы отбивные да сразу в слюнки потекли нет вот мне текут я голодный 12 часов мне без 15 12 я скоро пойду кушать вот а вот причем начну я с этого блинчики с творогом как видите мясо откладывается на ужин но это ладно это у меня инстинкт во мне говорит и разумное направление вот а они нас считают трупоедами считают что так и надо так вот во первых в старости так оно само эти переходит мяса все меньше а злаков и прочих этих самых растений все больше это происходит чисто уже по другим причинам вот оно связано с общим уменьшением трудозатраты расхода энергии и тогда просто-напросто организм перестраивается в пользу растительной пищи вот ну и потребности в растительной пище увеличится хотя бы потому что в ней больше этих самых витаминов и прочее но это уже понятно теперь так все-таки откладываем основное на эти сели пище пище пище